Всем привет! Сегодня мы начинаем с этой тренировок, чтобы узнать, насколько может вырасти жим натурального спортсмена за 3 месяца. И сегодня будет первая тренировка, 1 ноября. И через 3 месяца, то есть в первую очередь мы посмотрим, насколько вырастет мой жим. Для этого мы сегодня сделаем проходочку, узнаем, сколько я пожму на раз. Но пока разминаемся. Сжать я буду в общем-то в таком среднем стиле и не лифтерском, и не билдерском. Ну то есть не будет у меня жесткого какого-то моста прям офигенного. Да, буду стараться сжать и грицепсом, и всем чем угодно, но не люблю я здесь сильно моститься. Начинаем с гримом. Ну, почти 96, но без камеры, без одежды. 95. В общем-то, второй раз ниночный 60. Первый шаг 40 килограмм. Что хочу сказать, если вы разминаетесь в жиме и вообще в любом другом упражнении, и вы лифтер, а не билдер, то нужно разминаться с большим запасом, чтобы просто размять суставы и подогреться, а не убиться и запампиться. Поехали! Еще хочется сказать, что если вы, предположим, занимаетесь уже слишком давно, ну там, больше пяти лет, вы вряд ли добьетесь большого, там, какого-то скачка в 15-20 килограмм за три месяца. То есть я занимаюсь уже 7 лет, и я надеюсь, хотя бы за три месяца килограмм 10 добавить. Плюс, если вы, например, были натуралом и вдруг стали химикой, то, скорее всего, вы также очень добьетесь больших результатов. Ну и плюс, если вы занимались одни, а потом начали заниматься с каким-то хорошим тренером, тоже добьетесь хороших результатов. Тренироваться я буду по принципу периодизации. Будет она состоять из трех циклов. Один месяц, один цикл. В одну неделю, одна тренировка. То есть, предположим, возьмешь ты на раз 100 килограмм. Первую тренировку ты жмешь 85 по 5. В следующую тренировку, предположим, 82-83, 4 на 4. В следующую тренировку, там, 87, 3 на 3. И последнюю тренировку в четвертой неделе ты жмешь 90 на 2. 2 по 2. И в следующий месяц ты начинаешь уже не с 80, 5 по 5, а с 82, с 83, 5 по 5. Доходишь до 93, 94, 2 на 2. И в следующий месяц начинаешь уже не с 83, а с 85, 6 или даже 7, 5 по 5. И ты уже доходишь до 95, 97 килограмма 2 по 2. И жмешь ты уже не сотку на раз, как раньше, а предположим, 105-107. В принципе, вот такая у нас история. Так мы будем работать. Зашли до 110. Всегда используем магнезию на больших... Ну, как больших весах, да? Для кого-то больших, для кого-то это, бля, херня. Ну, разика на два, чтобы не убиться. Еще начинаем обходы на раз. Первый из них 120. Ну, я думаю, зайдет легко. Надеюсь. Следующий 130 на раз. Я думаю, что это почти мой предел сейчас. 130, максимум 135. Но, опять же, в общем, должен быть с запасом. С хорошим запасом. Чтобы ты был уверен, что еще плюс с килограмм 2, а то и 3 мог бы добавить на штанг. Поэтому не нужно прыгать выше своей головы. В самом начале возьмите с небольшим запасом. Чтобы потом сделать разбег. В общем, пожалуй, я 130 на раз. Но, я считаю, что это было не с хорошим запасом. Поэтому, где-то килограмм 127 я фиксирую. И, опять по 5, я буду жать 105 килограмм. Я считаю, это оптимальный вес. Чтобы, опять же, был хороший запас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такая, в общем, получилась у меня тренировка. И то, начальное весло 30 килограмм на раз. Я надеюсь, прибавить хотя бы 10 килограмм было бы идеально. Пиши в комментариях, сколько ты жмешь, сколько хотел бы жать. И, если есть интерес, попробуй заниматься моими программами. В принципе, периодизация работает всегда. И у нас работа у тебя тоже. Поэтому, всем пока. И до большого желания.